Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам самый простой рецепт торта. Состоит он из шоколадного бисквита на кипятке и сметанно-сливочного крема. Начнем приготовление с бисквита. Для бисквита нам понадобится мука, сахар, какао, яйца, растительное масло, кукурузный крахмал, кипяченая вода, сахарный ванилин, щепотка соли и разрыхлитель. Сначала мы объединим все сухие ингредиенты. В одной чаше смешиваем муку, какао, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Все хорошо перемешаем, затем просеем. Дальше будем взбивать яйца. Помещаем наши яйца в чашу, добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Взбиваем до небольшой пенки, затем добавляем сахарный ванилин и сахар. Сахар добавляем порциями. Бисквит готовится очень просто. Ручным миксером можно все взбить. Понемногу добавляем сахар, чтобы он успел у нас раствориться. Сильно долго не нужно взбивать яйца. Всыпали весь сахар, взбиваем буквально 3-4 минуты до белого состояния. Затем в яичную массу добавляем растительное масло и снова все немножко взбиваем. Дальше берем сухие ингредиенты и просеем в яичную массу. Начинаем взбивать. Можете также перемешать немножко ложкой, чтобы не пылила мука по всей кухне. Тесто получается у нас немного густоватое, но в дальнейшем мы будем добавлять кипяток. Именно нужно крутой кипяток добавлять, чтобы тесто у нас заварилось. Понемногу добавляю кипяток. Добавим весь кипяток и немного взобьем тесто. Тесто затем будет жидковатое, но не пугайтесь, он хорошо пропекется. Бисквит получается очень влажный и нежный. В подготовленную форму вливаем тесто. У меня форма диаметром 22 сантиметра. Выпекаем бисквит при температуре 180 градусов, вверх и вниз. Выпекаем 45-50 минут до сухой зубочистки. Достав бисквит с духовки, переворачиваем его вверх дном на решетку и даем остыть при комнатной температуре. Я бисквит разрезала на три коржа. Вот такой он красивый, мелкопористый получается и очень простой. Теперь будем готовить крем. Здесь у меня сметана, сливки, сахарный ванилин и сахарная пудра. Готовится этот крем очень просто. Помещаем все продукты в чашу и начинаем взбивать. Взбиваем до однородного состояния. Сливки и сметана должны быть охлажденные. Вот такой крем у меня в итоге получился. Теперь я взяла шапочку с бисквита, раскрошила ее и буду добавлять крошку в крем. Можно также поделить крошку на две равных части. Одной частью украсить торт, а другую часть поместить в крем. Тем самым крем у нас становится немного гуще. Просто лопаткой все перемешали и крем готов. Я добавила всю крошку в крем. Крем получается очень вкусный, нежный, к меру сладкий. Дальше буду собирать торт. Крем я разделила на две равные части. Мне понадобится ацетатная пленка и кольцо. Первый бисквит устанавливаю на подложку. Я всегда подложку смазываю кремом, но в этот раз я этого не делала. Установили первый бисквит. Высыпаем крем. Крем разравниваем по бисквиту. Тут очень простая сборка торта. Выкладываем второй бисквит. Бисквит не требует пропитки, он очень влажный. Высыпаем вторую часть крема. Также разравниваем и следующим бисквитом закрываем крем. Дальше я заворачиваю торт пищевой пленкой и отправляю в холодильник. Можно на 3-4 часа, но мой торт пробыл ночь в холодильнике. Затем я снимаю кольцо и ацетатную пленку. Мой торт готов к дальнейшей работе. Данный торт я буду украшать белково-заварным кремом. В следующем видео вы можете посмотреть украшение этого торта. Вот такой торт у меня получился. Совершенно простой в приготовлении и не требует сильных затрат на покупку продуктов. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.